Информации о погибших, пострадавших и взятых в заложники в Израиле-казахстанцах в МИД не поступало. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбекс Мадияров. По приблизительным данным, в стране находятся около 400 граждан Казахстана. Поиск за рубежом осложнен тем, что они не вставали на консульский учет. Поступило 118 заявлений на возвращение на родину. В то же время 25 человек остаются в Палестине. В основном это женщины, вышедшие замуж за палестинцев. Несколько семей находятся в постоянном движении в поисках бомбоубежища в секторе Газа, отметил представитель МИД. Напомню, Израиль официально находится в состоянии войны. Утром 7 октября палестинская группировка Хамас начала обстрелы страны. Мировые СМИ сообщают, что число погибших в ходе атаки Хамас на Израиль превысило 700 человек. 260 из них участники музыкального фестиваля. Пострадавших не менее 2000. Все наши граждане проявляют спокойствие, спокойно идут на контакт с дипломатами, соблюдают требования местных властей. Ситуация достаточно серьезная и сложная. В этом чате, который был создан нашим посольством, включен еще и сотрудник Эра Астаны. Более десятка наших граждан были перебронированы билеты. Другими авиалиниями они улетели. Трое еще не определились, куда они полетят, либо останутся. Некоторые решили переождать ситуацию.